Сегодня мы проводим второе уже по счету заседание Организационного комитета по организации и проведению у нас с вами в республике, в нашей столице, в городе Листа чемпионата мира по боксу среди студентов, который состоится в конце лета, в начале осени текущего года. Уважаемые коллеги, в данной аудитории мне о значимости нашего мероприятия говорить не приходится. Единственное, что я хотел бы в виде комментариев, уже после нашего первого заседания, после наших встреч с руководством Международной студенческой федерации, с руководством Российского спортивного студенческого союза, у меня состоялась встреча с министром спорта России, с Павловым Анатольевичем Калуковым, где в том числе мы обсуждали и вопросы предстоящего чемпионата. Сегодня уже можно, как официальный факт, говорить о том, что наше, ну, наше я в данном случае говорю как российское мероприятие, стоит в календаре правительства Российской Федерации. Соответственно, работа ведется, безусловно, в первую очередь на нашем уровне, как руководство республики, как те, кто непосредственно будет заниматься организацией чемпионата. Но в том же самом направлении она ведется и на уровне правительства Российской Федерации. Я рад приветствовать сегодня с нами в режиме видеоконференц-связи Марину Владимировну Томилову. Марина Владимировна, вы меня слышите? У нас есть связь обратная? Ну, присоединиться чуть позже, когда технически у нас будет возможность. В том числе Марина Владимировна принимала участие в нашем совещании у министра. И еще раз повторюсь, находится наше мероприятие на личном контроле у министра. И по его поручению Марина Владимировна Томилова входит в состав нашего оргкомитета. И по линии правительства Российской Федерации, Дни спорта в частности, будет заниматься конкретикой по всем необходимым для проведения мероприятий на должном уровне вопросами. Сегодня у нас несколько вопросов конкретных. Это непосредственный ход подготовки и проведения чемпионата мира, обсуждение, придание статуса публичного акционерного общества Ростелеком как телеконационного центра 8-го чемпионата мира среди студентов по боксу. И в разном мы обсудим текущие проблемы. Сейчас же я хотел попросить, вернее, дать слово заместителю министра спорта Российской Федерации Марине Владимировне Томиловой. Пожалуйста, Марина. Добрый день, уважаемый Алексей Маратович. Организационный комитет, который собрался в Республике Калмыкия. Минспорт России приветствует всех участников. И вот, по повреждению министра спорта Российской Федерации, Павел Тучи Колобкова, хочу передать всем поздравления с начала весны. И, конечно же, в течение 18 марта максимально быть бдительными и организационными профессионалами. И поэтому, Алексей Маратович, я так понимаю, что вы начинаете оргкомитет. И если что, мы готовы доложить по позиции Минспорта. Спасибо, Марина Владимировна. Я тоже рад приветствовать вас вместе с нами. Уже теперь в рабочем формате. Мы действительно приступаем к работе. Сегодня уже проводим второе заседание оргкомитета. Мы рады, что уже со второго этапа нашей работы К нам присоединяется наше родное министерство спорта в вашем лице. И, конечно же, все возникающие вопросы. Я надеюсь, вы сегодня присоединитесь к их обсуждению. И если с вашей стороны возникнут либо вопросы, либо корректировки, мы будем рады всегда принять. Уважаемые коллеги, я предлагаю приступить к рабочей части нашего сегодняшнего заседания. о ход подготовки проведения 8-го чемпионата мира по боксу среди студентов с 31 августа по 7 сентября 2018 года. Значит, у нас докладчик, кто первый? Дорожий Николаевич, вы? Министр спорта Республики Ишакеев Дорожий Николаевич. Прошу вас.